Музыка Шалом дорогие! Сегодня у нас двойная глава Тора Парша Тазрия Мецура И в этих главах с 12 главы Левита по 15 включительно книге Левит или Ваекра говорится очень много о Парказе И это тяжелые места Торы И исполнять все, что там повелено практически невозможно И я не знаю, даже лично я не знаю этих людей, кто выполняет все это Допустим, да, в Израиле, да, я знаю, что там есть настолько ортодоксальные евреи которые выполняют все постановления об очищении, о проказе И это возможно Но храма сейчас нету И после прихода Мащеаха Немножко не то, что изменилось Закон не изменился Закон свят и заповедь свята Ничего не изменилось Но доступ к небу стал намного проще И вот эти все вещи, о которых пишется О которых пишется Вот именно в этой недельной главе В этих недельных главах Когда пришел Иешуах о Мащеах Смотрите, что он написал о проказе Я вам скажу, что проказа могла поразить любого Любого жителя Израиля И практически никто не был застрахован от проказы Посмотрите, даже Моисей и сестра Моисея, Мириам Она была поражена проказой И Моисей был ударен проказой Когда Бог дал ему знамение Когда он сунул руку себе в одежду Высунул, и там оказалась проказа Вот это место я имею ввиду И то есть никто не застрахован был от проказы То есть вот эти принципы Господа Что мы должны любить друг друга И от заповедей Господних никто не освобожден Поэтому смотрите Что же все-таки происходило, когда Мессия пришел Когда пришел Мессия 2000 лет назад Это было одно из знамений Его, как настоящего Мащеха Израиля Который царь Израиля Которого все так с нетерпением ждали Одно из знамений было то, что он исцелял от проказы То есть все, что он делал Многие вещи и другие последователи иудаизма Они делали Допустим, исцеление Изгнание бесов Это и другие помазанники они делали Но такие вещи, как исцеление одного и того же человека От слепоты и от глухоты Никто не делал И это было одним из признаков Прихода Мащеха А также сверхъестественное исцеление от проказы И в главе Матфея, восьмая глава Сначала с первого стиха говорится такая вещь Когда же сошел он с горы То есть Ешуа За ним последовало множество народа И вот пошел прокаженный И кланяясь ему сказал Господи, если хочешь Можешь меня очистить? Ешуа, простерши руку, коснулся его и сказал Хочу очистить То есть он просто протянул руку И он очистился И он тотчас очистился от проказы И говорит ему Ешуа Смотри, никому не сказывай Но пойди, покажи себя священнику И принеси дар Какой повелел Моисей Во свидетельство им То есть смотрите Несмотря на то, что Ешуа Хамащех исцелил человека Он все равно сказал Что надо пойти И принести согласно закону Дар Господу Богу Так, как сказал Моше Моисей И То есть Ешуа никогда не говорил Что заповедь не нужна И закон никогда не нужен Это уже выдумки На протяжении двух тысяч лет Начались всякие выдумки Христианства так называемого И смотрите, что во второзаконе Даже написано Смотри в язве проказы Это 24 глава второзакония Дворим Смотри в язве проказы Тщательно соблюдай Исполняй весь закон Которому научат вас священники И Ешуа Хамащех Он был первосвященником И он является самым основным первосвященником Поэтому Единственное, что он сказал Принести дар Господу То есть какие могут быть сейчас дары Это могут быть Может быть и ваше время В первую очередь Ваше посвящение Господу Это ваш дар И Ваши финансы Ваша десятина Никто не отменял десятину И я ее лично плачу И Я призываю вас Потому что это законы Божьи И я не только об этом говорю Я просто говорю Что даров Господу Ешуа не отменял И И я вам скажу Что Как я уже говорил Что прокаженный Может быть каждый из нас И я был прокаженный Когда-то У меня были зависимости И только Мащиах мог освободить от меня От зависимости От грязи Это тоже своего рода проказа Которая существует Если вы сейчас посмотрите На окружающий нас мир То Прокаженных очень мало И медицина Довольно таки успешно Борется с этим Но Есть проказы духовные От которые освобождает Только Мащиах Вот об этом я хотел Сегодня поговорить И хотел И хочу еще раз вам напомнить Предоставьте свои дары Господу То что он вас освободил Это не значит Что теперь можно жить в мире Поклоняться мирским идолам И забыть о том Что надо приносить дары Господу Поэтому Я Напоминаю вас Что дары Господу Важны И я благословляю вас На всю неделю Башеми шуа Ха Мащиах Амин